Вести Красноярский благотворительный фонд Русфонд продолжает совместный проект по оказанию помощи тяжелобольным детям. СМС со словом «Дети» на номер 5542 можно отправлять прямо сейчас. Одну, две, сколько угодно. Стоимость одного такого сообщения 75 рублей. Казалось бы, немного, но когда мы участвуем вместе, мы меняем судьбы детей, нуждающихся в чуде. СМС. Искренняя улыбка, светлый взгляд и множество планов. Такой Амалия предстает на этих снимках. Страшная авария, перевернувшая жизнь девушки раз и навсегда, произошла летом 2017-го. Я была с другом. Мы поехали прокатиться. Ну, то есть, как ехали в одну сторону, я помню. А когда уже поехали в обратную, то есть обратную, я уже не помню, как право в памяти. Парень потерял управление, мотоцикл снесло в кювет. Подростки получили тяжелые травмы. Пока вот до больницы меня везли, я очнулась два раза, когда меня в скорую завозили и в вертолете один раз. То есть в вертолете я подняла голову, смотрю, у меня нога, получается, просто на джинсах удержалась, кровь, там нос, ну все, я опять отключилась. И потом только через два дня в реанимации очнулась. Через несколько дней ее друг скончался. Амалия ушибла челюсть и сломала ногу, на которую упал мотоцикл. В больнице констатировали, травма очень тяжелая. Но девушка до последнего верила в чудо. Около недели я лежала в реанимации, ногу пытались спасти. Ну, а потом не было смысла уже. Клетки начали отмирать и ампутация, сказали, будет. Через год Амалии поставили лечебно-тренировочный протез. Но передвигаться на нем трудно. Конструкция весит 4 килограмма, не сгибается, к тому же сильно натирает. Амалии предложили протезирование в Германии. Новый бионический протез реагирует на импульсы ноги, а значит, девушка сможет не только ходить, но и бегать. Стоит протез 6 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Почти 3 миллиона рублей собрали в ходе благотворительного концерта, посвященного Хворостовскому. Не хватает чуть больше 3 миллионов. Помочь Амалии можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Также можно перевести деньги с помощью мобильного приложения «Русфонд». Владимир Жаринов, Екатерина Мазалькова, Александр Мадельченко, Евгений Замасчиков. Вести, Красноярск. Красноярск.